Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видео мы с вами будем собирать мое новое игровое кресло от компании Sharkon. Признаться, я немножко в шоке от того, что мне начали засылать подарки, и теперь мне заслали вот такое вот игровое кресло от компании Sharkon, за что, кстати, им огромное спасибо. Кресло, кстати, называется Sharkzone JS10. Ах да, чуть не забыл, ну, коли мне начали делать подарки, мы бы хотели бы сделать подарок и вам. Поэтому мы объявляем розыгрыш на игру Deus Ex для Xbox. Для того, чтобы участвовать в этом розыгрыше, вам достаточно поставить лайк на это видео, подписаться на канал, это заскринить, что вы все это сделали, и отправить скриншот в нашу группу ВКонтакте, на которую также нужно подписаться. В общем, все легко и просто, поэтому участвую, и если что, подробности розыгрыша ты сможешь найти в закрепленном комментарии под видео. И давайте начнем. Кстати, вот такие вот кресла должно получиться, и я думаю, что надо распаковать его. Кстати, как вы могли заметить, коробка довольно-таки большая и тяжелая. Если вы вдруг тоже будете покупать данное кресло, то я вам советую найти помощника, который вам поможет доставить кресло до дома, потому что оно где-то весит, наверное, килограмм тридцать пять. Переворачиваем и давайте распакуем. Виднеется уже кресло, сейчас я вам тоже покажу это все. Что мы видим? Мы видим спинку данного кресла. Давайте ее сейчас перевернем. Вот оно. Вот так, в принципе, выглядит кресло. Если что, рассветка у него черно-желтая. Жалко, конечно, что данного кресла у них не было в черно-зеленом цвете, но желтый тоже прикольный. Довольно-таки плотная подушечка. Мне нравятся, кстати, подушечки для кресла, удобная штука. И под поясницу подушечка тоже довольно-таки плотная, тоже прикольная. И остальное я уже, наверное, сниму с другого ракурса, потому что мне так не справиться. Так, ну, я нашел инструкцию, она сделана в виде журнала, и давайте начнем собирать кресла. Кстати, если что, в этой коробочке давались вот такие вот перчатки. Штука для регулировки высоты, боковинки, колеса, ну и то, что нужно для сборки. Продолжение следует... Ну, в принципе, все. Так, ну, в принципе, теперь давайте посиди. Так, что говорит моя жопа. Данное кресло, по первому впечатлению, оно такое, довольно-таки упругое, так скажем, не сказать, что оно прям мягкое, но сидеть на нем довольно-таки удобно. Все вот эти вот подушечки, они тоже довольно-таки упруги, и поэтому как бы они прям реально вот тебе держат осанку. Они как прям вот... Прям ты сидишь здесь как плитой. Да, типа, подвинуся. Также заметил сразу, что здесь есть кресло-качалка. Оно выполнено довольно прикольно. Прикольно качаться так. Вот, снизу есть штуки регулировки высоты, но я пока не понял, каким им пользоваться. Сейчас попробуем. Ага, вот так вот подняли, а вот так вот опустили. Есть что? Правая штучка отвечает за спуск и высоту, то есть вот... Оп. Оп. А левая, она отвечает за блокировку, по сути, вот эта вот качалка режима. Оп. И теперь. Да. Не, ну кресло-качалка здесь довольно-таки классно выполнено, серьезно. Также у данного кресла регулируются подлокотники. Вот прям вот так вот. Вот так вот. Единственное, я не знаю, они опускаются, поднимаются или нет. Да, они еще опускаются и поднимаются. Тоже довольно-таки удобно. Если, например, вам нужно закатить кресло под стол, просто убрали подлокотники и так вжих. Также есть что? Это кресло откидное, то есть его можно вот так вот откинуть. Ну пусть, ну пусть, ну пусть. Вот, это, в принципе, наверное, максимум ее возможности, да. Да, вот так, в принципе, на нем можно вот так вот лежать. Кстати, сейчас давайте попробуем посидеть на этом стуле без вот этой вот подушки. Не поверите, но это прям совершенно другие ощущения. И, на мой взгляд, на этом кресле лично мне сидеть без подушки намного лучше. А вот эти вот боковинки, они вас словно придерживают. И вот как будто, я не знаю, прям я здесь родился Также хотел бы отметить, что при сборке, по сути, ничего не скрипело, ничего не это Все болты офигенно вошли Кстати, всего лишь в комплекте шло два болта, которые прикручивались сюда и сюда Остальные болты были на местах, то есть вам нужно было просто выкрутить и вкрутить, что в принципе я и сделал Собирал я это кресло, наверное, минут 10 максимум Что касаемо качества материала, здесь совершенно другое, чем у моего прошлого кресла Я хочу сказать, что вот подлаконники, они сделаны, наверное, из более долговечного материала Потому что на старом моем кресле просто лопнул подлаконник, мне его пришлось заклеивать Здесь же, мне кажется, такой фигни не будет Что касаемо вот этого материала, по шивке, то у меня вообще нет никаких замечаний То есть никакой волосинки, ничего не видно вообще Так, ну а для того, чтобы закрепить точную оценку данного кресла, то я приглашу сюда эксперта Настен, выходи, будешь оценить кресло Настя! Выходи и будешь тестировать кресло Коробку тоже еще Просто оно прям по телу идет, и это странно Ну вот, вот эти вот боковушки, как будто ты прям Удобно Я отчетываю иду Я спать Так, давай свою оценку данному креслу По какой шкале? По десятке Десять Я редко ставлю десять, но десять Короче, как вы поняли, эксперт сказал 10 из 10 Так, ну давай обратно в свое логово Давай, 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 давай Спасибо эксперту, пока! Ну а теперь чуть подробнее и по фактам Данное кресло относится вообще к премиум классу У нее очень хорошая обшивка и естественно материал самого кресла Очень понравилась формирующая пена высокой плотности Из-за нее сидушка обретает практически сразу прежний вид И практически не создается эффекта примятости На нем, как по мне, сидеть даже прикольнее, чем на обычной Конструкция кресла прочная, выполнена из стальной рамы Газлив 4 класса, а колеса 60 мм И само кресло выдерживает до 120 кг Также, пока крутил подлокотники, заметил, что они регулируются не только в эти стороны Но еще и назад и вперед, что также довольно-таки удобно Так, ну что, в принципе, могу добавить об этом кресле Удобно, качественно, классно и, ну, я доволен как слон Еще раз большое спасибо компании Sharkon за предоставленное кресло И если вы вдруг тоже хотите купить данное кресло, то ссылочку на него я оставлю в описании На этом, в принципе, все Большое спасибо за просмотр Оценивайте данное кресло в комментариях Если понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал И большое спасибо вам за просмотр, друзья До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok